Много километровые пробки, забитые парковки и огромные очереди амичи бросились в магазины покупать продукты к новогодним праздникам. В борьбе за дешевые мандарины и шампанское едва не доходят до драк. Как горожане пытаются сэкономить перед праздниками и почему они при этом набирают полные продуктовые тележки, зачастую ненужных товаров, расскажет Юлия Боброва. Екатерина Чернакова студентка и экономит на всем, в том числе и на продуктах. Бюджет у нее ограниченный. Чтобы быть в курсе всех скидок и акций, скачала специальное приложение на смартфон. Уже год ориентируется по нему. За молоком идет в один магазин, за фруктами в другой. Говорит, это уже стало принципом. Зачем переплачивать? Воспользовалась им и потом решила посмотреть, сколько она мне экономит. Где-то 30 процентов, наверное, плюс-минус экономии вышло, но в очередях приходится все равно стоять. Перед Новым годом парковки возле крупных гипермаркетов в Омске забиты до отказа. Чтобы подешевле купить продукты к праздничному столу, а мячи готовы часами стоять в пробках, бороться за места на парковках и в очередях. Крупные сетевые магазины делают новогодние скидки, а для покупателей это повод для конфликтов. Прилавки мгновенно обрастают очередями. Здесь есть даже продавцы с рынков. Берут продукты по скидке и продают у себя на базаре гораздо дороже. И клиентов у них меньше не становится. Люди покупают, не подозревая, что переплачивают в два раза. Маленько там, маленько в другом месте. Как позволяют финансы и время. В супермаркетах, и на рынке, и в магазине. Где под рукой попадутся. Но вы где дешевле и дороже. Какая разница? Зашел, взял и пошел. При этом по статистике падение доходов омичей за год составило примерно 10%. Банки уже предлагают кредиты на продукты. А все больше людей охотятся за скидками. Которые, как уверяют маркетологи, не так уж выгодны. Из-за заманчивой цены люди набирают слишком много товаров. Часто ненужных. Это легко объясняется психологией. Один только вид полной продуктовой тележки внушает ощущение уверенности в завтрашнем дне. Даже в условиях небольшого сокращения доходов у людей действительно потребность безопасности актуализируется. И они пытаются, думая о том, а что же будет завтра, они пытаются запастись разными простыми продуктами. Люди становятся просто более подвержены влиянию любых акций. Купи сейчас, а то завтра будет дороже. Человек думает точно. Чтобы не потратить баснословные суммы в праздники, специалисты советуют заранее составлять список товаров. И идти с ним в магазин только через пару дней. За это время можно понять, что половина продуктов вам вовсе не нужна. Юлия Боброва, Евгений Русенко. Новости. Здесь Омск.